Я Лиза Сталисова, мне 5 лет. Моя работа называется «Как хлеб попадает на стол». Мы с мамой и папой часто ходим в магазин. И когда мы покупаем хлеб или булочки, у меня появляются вопросы. Откуда сберется хлеб? Может быть он растет на дереве? Может хлеб растет на земле, как арбуз или дыня? Или может он растет под землей, как картошка? Слово че я знаю о хлебе. Почему люди говорят «Хлеб всему голова?» Я решил узнать, как хлеб попадает на стол. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я с родителями отправилась на хлебозавод. На хлебозаводе находятся огромные емкости для теста. Затем специальные машины вымесывали тесто. На другие машины резали его на одинаковые части. Передавали им разные формы и отправляли в большие печи. Для выпечки хлеба, баранок, булочек. Для всего того, что мы так любим. На хлебозаводе много хлеба, булочных изделий. И потом все эти изделия со всего везет в магазины, где продавец продает нам хлеб. Вот такой долгий и трудный путь проделывает. Хлебушек до нас его стара. Знаешь, что у нас сегодня в чае будет? Мы с тобой сегодня... Ну, посмотри на меня. Интересно тебе будет напечь бисквитный торт своими руками? Здорово, правда? Да. А сахарной ватрушки, как ты думаешь, сделаем с тобой? Да. Хорошо, договорились. Для этого сразу надо помыть руки и одеть хлебушек. Пойдем? Пойдем. Мы с бабушкой начали готовить. Для этого нам понадобилась мука, яйца, сахар, дрожжи, сода, шоколад, какао, конечно же молоко. Все эти продукты называются ингредиентами. Для пирога под названием бисквит. Мы смешали яйца с сахаром, а я добавил смесь 3 щепотки соли. Потом мы смешали вместе дрожжи, теплое молоко, немножко сахара и муки. Бабушка сказала, что дрожжи это живые бактерии, а значит наше често будет живым. Потом я просеяла муку, это было весело. А чтобы бисквит получился еще вкуснее, мы добавили в него в весну и начали начелки к козлу лимона, которая называется цедрой. Для ватрушек мы снова занялись моим любимым делом. Просеиваю муку. Мука становится такой мягкой и нежной. Даже мягче соус моего любимого кота. Пока Бабушка вымешала тесто, я делала шоколадный сахар. Очень вкусно пахнет. Сахар и мое любимое какао. Я очень удивилась, что какао можно не только пить, но и даже с ним печь. Музыка. Музыка. Этой смесью мы посыпали раскатное тесто. Потом свернули ему в трубочку и лезали. Уложили на противень и бабушка отправила наши ватрушки в духов. Испеченный бисквит мы пропитали очень вкусной стукой с гащенкой со сметаной. А сверху посыпали шоколадом. А сверху посыпали шоколадом. Я выложила на пирог вишню. Мне очень нравится все украшать. Музыка. 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 Готовые ватрушки мы посыпали сахарной пудрой. Меня это удивило. Я думала, что пудра это такая косметика для взрослых. Но оказалось, что сахар тоже может быть пудрой. Музыка. Музыка. Наши пироги готовы. Можно приступать к чаепителю. Музыка. Музыка. Вот что у нас получилось. Приглашаем всех на стол. Будет приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»